Привет, мои сладкие, привет, мои кортик грядки! Сегодня у нас Тигримейл, и я начинаю переживать по поводу того, что происходит с почты в последнее время, потому что очень мало писем приходит ко мне. Девочки присылают мне фотографии, что они отправили, письма не приходят. Я сижу и жду их просто неделями, половина не доходит, и я не знаю, что делать. Просто, наверное, хочу сказать вам, что отправляйте заказ на имя, если у вас есть такая возможность, потому что иначе нельзя никак решить эту проблему. Вот, и слава богу, в последнее время все мои ответы доходят, я прям тоже сама переживаю всё время за это. Вот, но то, что именно в мою сторону приходит как-то очень редко, поэтому я не знаю. Итак, у нас 4 письма, которые пришли за последнее время, и давайте сейчас посмотрим, что в них было. Это от Бугачевой Светланы, с которой я веду переписку уже давно. Сейчас я покажу, что она прислала. У нас была вот такая наклейка. Забыла, как мультик это называется. Честно, забыла. Потом вот такая вот наклейка, фото дня. Далее у нас была красивая салфетка. Такая вот морская. С фигурным краем. И просто такая сервировочная. Была салфетка кружевная, которая помялась. Такая вот маленькая. Таких маленьких у меня ещё не было, кстати. Само письмо. На очень красивых листах. Таких вот двухсторонних. И вот такой вот конвертик, который я ещё не открывала. О, здесь у нас чай. О, здесь у нас вот такой вот чай с чабрецом. И вот такая вот приятная поларуидная карточка на тему чая. Приятного чаебития. Спасибо большое. Далее от Екатерины из Новгорода, с которой мы тоже давно увидим переписку. Очень красивая такая марка на письме Бальмонт. И здесь такие вот книги. Конечно же, здесь ответ на моё письмо, который довольно-таки большой. И просто сокровище. Посмотрите. Потрясающие открытки. Невероятно старые. Сейчас скажу. Это у нас 1972 год. Вот Таллин. Очень-очень красиво. Просто не могу. Она такая приятная. Старинная открытка. Смотрите. Красота. И вот такая вот карточка. Тоже открытка. Ой, не могу. Насмотреться на неё. Потому что она такая приятная. Эта бумага такая состаренная временем. И краска такая у неё интересная. Печать. Вот сейчас посмотрим. Это, конечно же, у нас Гоголь. Но меня волнует год. Я вот не знаю, 1955 это год или нет. Если да, то эта открытка просто бесценная, можно сказать. Далее у меня идёт письмо, которое я сначала не понимала от кого, но когда я увидела эту наклейку, до меня дошло. Поэтому это узнаваемо и это неожидаемо было. Это от моего старинного друга. И я просто в диком восторге. Потому что это просто вау. Посмотрите, какая потрясающая открытка. Просто невероятной красоты. И у меня нет слов. Потому что это очень красиво. Во-первых, здесь наклейка, которая просто как шейкер в этом пакетике передвигается. Вот она перемещается. Да, вот-вот-вот-вот. Прикольно так. И здесь вот такой пупс, который напомнил мне мультик про казаков. Где был такой самый пухленький маленький казак. У него были такие усы. И это был мега смешной мультик. Очень классный. И здесь подпись. Сталия Никитична с Игнатом на вечерней прогулке в Париже. Это просто супер. Это мега авторский и мега креативный. Огромное спасибо тебе, Мишу, за этот подарок. И это, наверное, первый подарочек на день рождения, можно сказать. Да. Большое тебе спасибо. Я обязательно тебе пришлю в ответ кое-что. И я надеюсь, тебя это порадует. И последнее это от Поли из Киева. И так жалко, потому что она отправила мне где-то месяца два назад ответ. Даже, может быть, месяца полтора. Скорее всего, полтора месяца назад ответ. И он не пришел. Она так вложилась к нему, а он не пришел. И она написала еще одно письмо. И оно пришло буквально через неделю. Даже меньше, наверное. Сейчас я посмотрю на дату. Здесь не видно, когда она отправила. Оно пришло 12 августа. Я знаю, что она отправляла в первых числах. И очень-очень обидно, что вот так вот почта поступает. Тут у нас открыточка. Вот, она подписывала ее 8 августа. Она, значит, 9-го отправляла. И я пришел ко мне всего 13-го числа. Такая вот милейшая открыточка с лисками. Само письмо. Такая вот переводная татуировка Child Wild. Такая вот распечатка. Очень классная мандала. И вот такие вот подарочки. Вот такой браслет. Очень красивые камушки здесь. Здесь и бирюзовый, и коричневый. И такой вот жемчужно-бронзовый. И вот такая вот сплетенная саламандра, наверное. Хотя я бы сказала, что это крокодильчик. Но очень такой прикольный, милый. Тоже очень понравился мне. И браслетик. Буду обязательно носить. Вот такие вот браслетики я очень люблю. Которые более такие природные. Так что вот такие вот письма на сегодня. Спасибо большое всем тем, кто прислал. И извиняюсь перед всеми теми, чьи письма еще не пришли. И, к сожалению, вот так вот больше заработать. Не знаю, что с этим делать и как с этим бороться. Но буду продолжать ждать и как-то пытаться делать что-то со своей стороны. А от вас просто прошу посылать их заказными, если у вас есть такая возможность. Всех любителю и обнимаю. До новых встреч. Вдохновения вам. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok